Нет ли у тебя такого впечатления, что Донбасс это уже не Украина? Я скажу так. Вот, например, при переходе из России, ну, из Ростова, да, туда в Донецк, мы видели очередь с украинскими паспортами, да, фуры, которые идут, они на украинских номерах из разных городов Украины, и по тем же украинским паспортам дальнобойщики преодолевают эту границу. Люди в любом случае, да, у них очень, ну, скажем, ну, негативное настроение по поводу Украины, не в том плане, что они хотят дальше отделяться, они просто, ну, я бы не сказал, что там, ну, тронуты до глубины души и считают, что Украина бомбила своих, да, вот они об этом говорят. Поэтому настроение, скажем так, не самое радужное в отношении Украины, но с ними можно говорить, я думаю, можно говорить о разных формах пребывания в Украине, о том, что, ну, о том, что в любом случае эти люди хотят отделиться, разговора нет, ну, есть разговор о том, что с ними мало говорят. А ты общался вот с местным населением, с кем-то вот? Общался, общался. Настроенные люди, я же говорю, то есть вот приводят в пример, еще так советуют, ну, заботясь, говорят, ты же только не спроси это у кого-то там, потому что кто-то другой именно за этот вопрос может и застрелить, потому что у кого-то там кто-то погиб. Ну, то же самое, что здесь, с воинами АТО, да, если говорить о том, что почему не говорить там с Востоком, да, если ты на определенного персонажа нарвешься, то можно и здесь пулю получить, да, потому что люди, побывавшие на войне, ну, конечно же, 90% они не хотят войны, те, которые уже воевали. Те, которые еще не побывали, либо побывали мельком, либо имеют какую-то душевную с этим травму связанную, то они могут быть, конечно же, опасными для интервью. Но, значит, вот из тех разговоров, которые случились у меня там, да, с простыми гражданами, с непростыми, ну, так или иначе, с дончанами, я вот, меня интересовал вопрос с российской армией, да, то есть мы же тут все время пытаемся, как бы, украинские СМИ доказать, что она есть, российские СМИ, что ее нет. Там не было ни одного человека, который бы сказал, что ее нет. Но нет в данный момент, это совсем, как бы, другое значение. Там, наоборот, говорят, что вот если идет наступление украинской армии, то здесь местные жители, все остальные, там, просят и умоляют, чтобы за них кто-то заступился. Вот так они это видят. И когда за них кто-то заступается, а потом выходит, выходит, заходит, на камеру, понятное дело, что это навряд ли кто-то подтвердит. Но, с другой стороны, никто этого не скрывает. Тех, кого мы записали, даже из цели безопасности, как бы, я не думаю, что в фильме я смогу их показать с открытым лицом. Но люди, они не с тем, что, как бы, это российская оккупация, а с тем, что они просят, и к ним приходят, и за них заступаются. Мы со своей точки зрения можем делать, да, мы можем мирить не по вертикали, вот по горизонтали, да, можно там делать телемосты, форумы с журналистами, да, местными, российскими, украинскими, собираться, обсуждать. Это уже немало, потому что человек, который сидит здесь, в Киеве, пишет о войне в Донецке, пользуясь ресурсами, которые, ну, откровенно не проверяются, да, вот, он сочиняет. Это не журналистика, это фантастика, да, то есть они превращаются в фантастов. При этом, как бы, ладно, если бы это были просто интересные рассказы, но когда погибают люди, то пора, как бы, это все останавливать, пора налаживать, хватит сжигать. Вот, и то, что мы можем сделать, это вот этими телемостами, это как минимум общаться с той стороной, видеть, что там тоже люди. Есть вот процесс дегуманизации, гуманизации противника, да, в итоге наши зрители, посмотрев, поняв, что с той стороны, в принципе, такие же люди. Неважно, кто там как заблудился или кто там зазомбирован больше. На самом-то деле, как по мне, этот зомбоящик, он и в одну, и в другую сторону работает, да, вот, но когда это доходит до крайности, когда уже убийства идут полным ходом, надо это останавливать, и если есть возможность на это повлиять, я горд, что я имею к этому отношение. Спасибо.